Мы по-прежнему, наверное, гости Львова, которые посещают от туриста во Львове. Как говорится, дай Бог каждому городу столько иметь туристов, сколько бывает во Львове. Как правило, каждый уважающий себя турист считает своим долгом обязательно посетить церковь Святого Юлия. Именно в этой церкви находился и архиепископ Шептицкий. Ну а сейчас возвращаемся в цирк, и сидит нами Ян Циба Салайка. Ян Салайка, а Циба это у него прозвище в мире ММА. Боец из Словакии. Ресовая категория, кстати, до 64 килограмма. Это промежуточная весовая категория. Это визер международных трениров по крэплингу. Спортивный клуб Академия боевых искусств ММА Хорфинг Словакия. То есть это одноклубник Мароша Керакеша, которого мы с вами видели в бою в первом поединке. Ну что ж, посмотрим, удастся ли Цибе выступить лучше, чем его товарищ по клубу. А его соперник... Итак, это на ваших экранах Ян Циба Салайка. Рост его, кстати, 167 сантиметров, видите. А теперь его соперник Звовский, боец, представляющий спортклуб «Цитадель» Олег Марковский. Ну и естественно, что Звовская культура поддерживает своего бойца. Естественно, что местные болельщики желают успеха именно своему бойцу. Напомним, что уже сегодня мы в первом бою также видели противостояние представителя Словацкого клуба Академии боевых искусств ММА Хорфинг. И Львовского спортклуба «Цитадель» Статьско победил в Керакеша. Но сейчас Салайка и Марковский. Вторая пара из тех же спортклубов. И Салайка может, как говорится, отыграться за своего партнера. Пока что в этом официальном соревновании «Цитадель» Академии боевых искусств в Словакии. 1-0 впереди Львовский спортклуб. Так, первый раунд сейчас начнется. Напомню, что вес бойцов до 70 килограмм. Вы, извините, до 64 килограмм. Ну вот, оба бойца мы видим тоже с белыми такими боковыми вставками и наколенники. Это боец из Словакии. Циба, ну а... Оп, попал сейчас Словак. Не сильно, правда, но попал. Можно сказать так, что левая часть шорта белая у бойца из Словакии. Оба бойца дерутся, мы видим, в левосторонней стойке. То есть, оба правши. Ну, для бойцов ММА характерно часто менять стойку по ходу. Но, как правило, начинают свои коронные, скажем так, стойки в основной. Хотя ММА это не бокс, это боксы, как правило, в одном стойке. Но бойцы ММА, они частенько, бывает, меняют стойку. Ну и сейчас, как мы видим, ни один, ни другой боец не пытается пойти в партер, начать бороться. И пока что мы видим именно больше боксерской техники. Правда, в основном все удары проходят по воздуху. Вот сейчас Циба попал. Не сильно, но попал. Поэтому сейчас, конечно, будет много значений иметь, чем закончится. Ну, так, более агрессивный, более уверенно в себе как-то смотрится гость из Словакии. Марковский. Марковский пока что так присматривается к своему сопернику. Ну и не прошел сейчас удар справа у Цибы. Но он по-прежнему пытается, как он двоечку пытается сначала выбросить джеб левый, а потом Кук с правой добавить. Но вот сейчас, кажется, понял Марковский, что соперник не собирается с ним бороться. Он будет больше использовать ударную технику. Но у Марковского не получилось перевести решение вопроса в партер. И пока что Циба попрежнему. Но сейчас так более точно действует наш гость из Словакии. И несколько моментов таких довольно было у него неплохих. Два удара прошли не сильных, правда, но точных нанес. Пока что, скажем так, силой не отличается ни один, ни другой. А вот с точностью пока что лучше у Цибы. Но посмотрим, что будет дальше. Ну, сейчас кричат пускай кровь, но до крови тут еще очень далеко. Мы видим, вяжут, вяжут руки в Цибы. Марковский и Олег. Ну, посмотрим, если сейчас удастся распоясаться Цибе, то Марковскому можно будет только посочувствовать. Но пока что Олег довольно уверенно обороняется. Практически ничего не позволяет сделать сопернику. Хотя, естественно, это тоже попытка увернуться от этих ударов. Там, как уж извивается Олег, но пытаюсь вот сейчас, пытаюсь захватить чай. Ну, вряд ли из этой позиции можно будет хорошо захватить чай, так, чтобы провести удушение. А вот сейчас Циба так прибрал. Ну, пока что держит ногами в захвате корпус соперника. Вы еще защищаетесь по словам, потому что это очень трудно. Боется из Львова, однако Циба так потихоньку, потихоньку. Ну, если там будет и конца раунда, то как в новом раунде кончится за Циба. Опять Циба захватил голову. Не знаю, что он хочет из этого выжить. Непонятно. Ногами довольно долго так держать невозможно, потому что нужно же и дышать. Кажется, на задержке дыхания буквально держал сейчас ногами корпус соперника Марковский. А очень пытается захватить голову. Вот вроде, ну, там правая рука за захвата еще довольно далеко. Но, однако, сейчас уже не самая хорошая ситуация сложилась и для Яна Циба Салайки. Ну, а вот сейчас он может таки провести удушающийся. Судоваться на ногой захватить голову соперника. И так тоже попал в треугольник. Сейчас, ну, то, что я передаю. Здесь хватит сил у Марковского. Пока что арбитр не останавливает бой. Не фиксирует его удушение. Но Цибе сейчас тоже не позавидуешь. И вот сейчас, наверное, конечно же, нужно просто... Ну, не хватает, конечно же, сил в ногах не хватает зажать, дожать полностью соперника, чтобы он признал свое поражение. И все. Победа. Все-таки удалось. Удалось Марковскому победить сопернику. Вот мы видим. Дал сигнал. Ян Циба, что он признает свое поражение. Да, мы сейчас, таким образом, увидим опять. Боец из Словакии в помощи проигрывает. И, что интересно, и Мараш Керакеш, и Ян Циба Солайко оба проиграли на удушении. Правда? Слышка удушающий прием провел руками. А вот Марковский сделал то же самое с помощью ног.